Я расскажу о ледяном доме, как проект установления иерархии имперских властных отношений. Ну, «Ледяной дом» – это история, описанная Лажечниковым. В наше время написал Юрий Нагибин об этой самой истории потешной свадьбы королицы Калмычки и князя Рюриковича Голицына. Это событие состоялось в феврале 1740 года. Это правление Анны Иоанновны, которая была племянницей Петра I. Но прежде чем говорить об этом, я хочу сказать о другом событии, о том, как осуществлялась репрезентация многочисленных народов, которые входили в Российскую империю. Очень важное такое событие – это 1867 год, когда была проведена первая Всероссийская этнографическая выставка, цель которой заключалась в том, чтобы представить этническое многообразие Российской империи. Была создана комиссия, это все готовилось достаточно долго, финансировалось очень хорошо. На самой выставке было 3000 экспонатов, из них было 295 фигур манекенов, как написано в литературе об этом. Эти фигуры были одеты в этнические костюмы, были представлены предметы быта, музыкальные инструменты, модели подстроек, орудия труда, весь этот этнографический материал. Кроме того, было дано задание фотографам, и на выставке было 1500 фотографий, изображавших представителей разных этнических групп. Написано было, как должны фотографы снимать, кого должны снимать, придумывались там сценки с тем, чтобы показать обычаи, религию и так далее. Для чего это делалось? Для того, чтобы, собственно, визуализировать гражданство, что Российскую империю населяет не только великорусское большинство, или там малорусское, но и многие-многие народы, которые проживали на бескрайних просторах Российской империи. Можно сказать, что выставка этого 1867 года представила русским подданным в европейской части тех нерусских граждан, которые ее население неславянской внешности. И вот первый портрет женщины неславянской внешности – это известная работа, портрет Калмычки-Аннушки, который написал крепостной художник Иван Аргунов. Он был крепостным, и он писал эту девочку, Аннушку-Калмычку. Она была крепостной графов Шереметьевых. Возникает вопрос, собственно, как она на то попала. Дело в том, что со времен Петра было модным иметь при дворе, а потом уже и дворяне эту моду заимствовали, людей экзотической национальности. А модная эта пришла из Европы. Вот у Петра был раб Петра Великого. Обычно этих детей либо сирот, либо покупали, либо дарили этим чиновникам. А чиновники, в свою очередь, привозили их в Москву, и, собственно, так они оказывались в обеих столицах. Аннушке повезло. Такая действительно очень симпатичная девочка. Графиня ей погравительствовала. Они дали ей образование. В конечном итоге выдали ее замуж за Фатьянова. И она, собственно, стала свободной. И портрет должен был показать изображение своей покровительницы. Другой случай – это случай Федора Калнка, художник очень известный, немецкий. Мальчиком его яицкие казаки отбили у родителей. В архивных документах написано, что, видимо, он был знатного происхождения. То есть, в период, когда Калнки уходили в Джунгарию, забрали пленных, в том числе этого мальчика, 5 или 6 лет, привезли в Москву и подарили императрице Екатерине II. Вот мы тут гонялись за этими калмыками, которые вот ушли. Калмыков не догнали, но вот вам подарок в лице мальчика. А она, в свою очередь, передарила его своей родственнице, принцессе Амалия Гессендармштадтской. Принцесса Амалия тоже приняла участие, мальчика ей понравился, она дала ему образование, он стал художником. И есть портрет, где Амалия и мальчик с косичкой китайской, тут одет в европейскую одежду. Он известный художник, стажировался в Италии, в Лондоне был. Хорошие графические работы у него, замечательные они там хранятся. И судьбу его описала современная немецкая писательница Паула Риотеги. И то есть вот экзотика в данном случае тут сыграла такую положительную роль. И вот, собственно, случай Буженина в этой Анне Калмычке это тоже из этой же серии. Но здесь очень интересно, что сама эта свадьба, с моей точки зрения, ее как раз следует рассматривать в контексте пространства символов и знаков, где нужно было Калмыкам указать, символически указать их место. Итак, ледяной дом. То есть после того, как Россия победила Брестательную порту в 1939 году, значит, было решено провести празднество. Высказанная идея, что вот нужно показать многообразие этих самых типов, в которых был построен ледяной дом напротив Зимнего дворца, он простоял до апреля 1940 года, строить потешную свадьбу. Но сама традиция потешных этих маскарадов, она еще идет от Петра. Они как бы эту идею взяли и решили ее воплотить. В основе этой придумки была концепция. В своем докладе недавно в Конгрессе этнографов и директор Кунсткамери Головнев концепция Ледяного дома была разработана в Академии наук, которая к тому времени располагала достаточно солидным этнографическим материалом. Но в основном этот этнографический материал относился к сибирским народу. Дело в том, что немецкий историк, который пришел на службу российской коронии, российской науки, Миллер, он 10 лет провел в Сибири. Провел в Сибири во время Великой Северной экспедиции. Чем они занимались? Зарисовкой физических типов коренных жителей, описанием их жилища, одежды, предметов культа и так далее и тому подобное. Всем этим в обилии располагала Академия наук. Как бы был материал, на основе которого можно было предъявить визуально те народы, которые обитали в Российской империи. Но тогда возникает вопрос, можно просто репрезентация, причем тут свадьба шутов, да? Свадьба этой калмычки Бужедниновой, которая девочкой попала в царский двор. И Анна Иоанновна ей благоволела. Ну, она была такая очень остроумная, такая языкастая. Лажечников там пишет, что она такая была уродливая корлица, маленькая, но, в основном, никакая она не корлица, просто невысокая колбачка. Понятно, что это с точки зрения общепринятых стандартов. Это, конечно, выглядело как отклонение от нормы. Было задумано это потешное действие. Якобы она попросила, ей там порядка 30 лет было уже, попросила императрицу выдать ее замуж. Ну, дескать, вот детей хочу и так далее. И она решила выдать ее замуж за князя Голицына. Внука Василия Голицына, кстати, один из тоже очень влиятельных деятелей, фаворит сестры Петра, Софьи. Очень образованный человек, он, кстати, его воспитывал. Князь этот, поехав в Европу, решил жениться. Ну, тут версии расходятся. Кто-то говорит, что он женился на итальянке, кто-то пишет, что он женился на немке, но факт тот, что он веру сменил, принял католичество. А об этом узнали. Эту, значит, жену его сослали, а его определили шутом. Не стали никуда там в монастырь посетригать и так далее. Будь ты шутом, потому что Анна Иоанновна любила всяких шутов. Были у нее там Бужениновы, там и итальянец был, и арабы были. Ну, в общем, они всячески ее развлекали, Анну Иоанновну. Но, правда, после ее смерти ее племянница Анна Леопольдовна ликвидировала нарушение приличия и так далее. Свадьба, значит, это состоялось, но, несмотря на потешность, сам обряд, он был легитимным. То есть, после того, как институт шутов был ликвидирован, это буквально там через год случилось, да, они отправились в свое имение, Голицыну вернули право жить в свое имение. Он уехал туда с этой своей Анной. Два сына у них появились и родами. После второго сына она умирает. Ну, то есть, годы два она прожила. У одного сына детей не было, а у второго сына были наследники. То есть, у князей Голицыных этой ветой явно есть калмыцкие корни. Подробное описание этого события можно найти у историка Шубинского. Это историк конца 19 века. А вот другой источник, на котором он опирается, это Манштейн. Военный деятель, тоже немец. Вот он очевидец этого события. Как пишет Манштейн, императрица предписала всем губернаторам прислать в Петербург по нескольку инородцев обоего пола. Всего набралось 300 человек. То есть, мужчины и женщины 150 пар. Конечно, это не 150 народов, которые проживали там. Я читала пособие учебник историка-географа Гакмана, изданная в 1767 году, но через 20 лет позже. Пособие называется «Пространное землеописание российского государства, изданное в пользу учащихся по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины II». Так вот, в этом пособии я подсчитала 53 народа всего, не считая иностранных переселенцев вроде грузин или персов. В этом пособии он самую подробную информацию выдает по сибирским и дальневосточным народам. То есть там, скажем, характеристика алиутов у него на 6 страницах, а характеристика мордвы всего одна страница. Мордва, черемицы, все там угорские, финно-угорские, это всего одна страница. А алиута, которых, ну там, сколько там сейчас наберется, десятка, лучше целых 6 страниц. Правильно, там Миле постарался, молодец, Миле. Как все это происходило? Итак, построили ледяной дом, есть чертежи, сохранили все это и так далее. И свадебные процессии. Молодые сидели на слоне, на слоне, там было, кстати, холодно, слон, видимо, помер потом. В большой клетке, прикрепленной к спине слона, это описание Монштейна, гости парами ехали на санях, в которые были запряжены разные животные. Олени, собаки, валы, козлы, свиньи и так далее. С одной стороны, репрезентация, а с другой стороны, их представляют вот в таком учежительном виде. Вот едут там, они на свиньях. Тогда возникает вопрос, а зачем, собственно, понадобилось передавать такую маскару, маскарадную, ладно, учежительную форму. Дело в том, что вот если ты едешь на свинье, а свинья имеет негативные коннотации не только у мусульманских народов, но и у русских тоже, даже в Игинамском, кстати, есть исследование. И едущий на ней, он тоже приобретает негативные коннотации. Собаки, да, понятно, не сдобывают животные, но свинья и козел. Вопрос, а почему такая была учежительная репрезентация, да? Ну, дескать, раз свадьба курьезная, то и гости должны быть по Госянке, статью она написала об этом, она пишет, что это, в общем-то, не было репрезентацией народов. Ну, потому что, ну, как-то нехорошо в унижительной форме репрезентацию народов осуществлять. Они там называют и хан, и ханка. Она ханка, а он хан. Это свадьба хана и ханки. Она говорит о том, что это на самом деле было как бы желание унизить крымского хана. И, дескать, вот крымчаки, крымские ханы когда-то там русских в плен забирали, продавали. А теперь вот Россия победила их, они сами в клетки едут. Даже еще в 18 веке торговля людьми была очень прибыльным занятием. Да вот мы теперь вас в клетку посадили, и теперь мы празднуем свою победу. Тогда возникает вопрос. А почему вот так крымского хана-то сажать? Победили же не крымского хана, вообще-то говоря, а победили турков, Османскую империю, блестательную порту. Вот мне надо было султану там сажать, и султану. Нет. И с моей точки зрения, ответ на это следует искать, обратившись к тем персонам, которые организовывали это мероприятие. Ну, то есть академики, да, вот народ такие-такие-такие. А непосредственными организаторами были этого события. Камергерш Татищев, это не родственник этого Василия Татищева, это другой Татищев. А реализацией занималась маскарадная комиссия, которую возглавлял кабинет-министр Артемий Волынский. И Артемий Волынский, на мой взгляд, здесь как раз-таки ключевая фигура. Почему? Потому что он был астраханским губернатором, то есть ведал калмыками, а потом еще и казанским губернатором. У него отношение к Дандукамбо было очень напряженным. Он был губернатором в период междоусобицы, и поскольку плохо знал калмыцкие дела, плохо знал психологию калмыков, то, в общем-то, много наломал дров и во многом способствовал разгоранию этого конфликта. И с моей точки зрения он использовал этот маскарад для того, чтобы унизить своего давнего заклятого врага Дандукамбо. Он был хорошо с ним знаком, с этим Дандукам Амбо. И был он губернатором Астрахани с 1719 по 1725 год. Волынский был губернатором как раз в период начала и разгара калмыцкой междоусобицы. После смерти Аюки Хада претендентами на ханский престол были его сын, его внук Дандукамбо, ну и там целая серия знатных персон. Но самым амбициозным из них был внук Аюки Хана Дандукамбо. На его сторону, кстати, перешла вдова Аюки Хана Дармабала, которая не своего сына поддерживала, а его, поскольку он был более достоин с ее точки зрения. Почему, собственно, у него, так сказать, вырос зуб на Дандукамбо? Я читала письмо его, Волынского, к цесаревне Елизавет Петровне, дочери Петра, которая тогда еще не была императрицей. Он пишет так, 31 августа 1725 года. Также они, Дандукамбо и его сторонники, хотели брата своего родного, который в прошлом году крестился, Петра Тайшина, убить до смерти, отчего он от них ушел ко мне. И его назад им не отдал, зато меня самого хотели поймать и, взяв меня с собой, бежать к Кубани со всеми углусами, и что там меня держать у себя скованного. То есть перспектива оказаться там и скованным у Дандукамбо, губернатору, конечно, мало его прельщало, но я думаю, что он здесь сгустел краски, потому что ни с одним губернатором не поступали к Калмуки, это был слишком недипломатичный ход. Скорее всего, здесь сыграло роль вот что. Один из внуков Аюки Хана, Нитар Дарджи, сын Чак-Дорджаба, поддерживая своего брата, Досангов, в претензиях на ханский престол, он переводчику Бакунину, это очень известное лицо, который, кстати, очень хорошо знал Калмуков, в отличие от Волынского. Он его побил палками, грозился убить и сказал, что губернатор Волынского тоже убьет. Это, говорил Нитар Дарджи, у Волынского там в голове смешалось, он написал императрию, что вот Данду Камбу имеет план захватить его, идти на Кубань и там держать сковороду. То есть понятно, что отношения к Данду Камбу были у Волынского не самые благожелательные. Ну, как бы отношения отношениями, а реалии таковы, что в 1731 году мятежный Данду Камбу, строптивый, харизматичный и так далее, он своих калмыков Богоцухуровские улусы, ну и другие уводит на Кубань. А Кубань это территория Крымского ханства, под протекторат Крымского ханства. Ему там даруют титул турецкого сираскер султана, правитель над кубанскими калмыцкими народами главных. То есть ему предлагают там ханства создать. Но калмыки, кстати сказать, это тоже Сусеева нашла письма, им там сильно не нравилось на Кубани. Тут говорит этих самых, пастбище не те, скот голодный, негде разойтись, еще рыбы нету, это же Богоцухура, они же до Волги жили, им рыба нужна, верните на нас назад. Все это время русские власти пытаются вернуть его назад вместе с его народом и с тем, чтобы он свои 20 тысяч войск выставил в русско-турецкой войне. И в 1934 году русское правительство принимает очень принципиальное решение сместить Цирен Дондока, поскольку он так себе хан, и назначить его. Дондок Камбо соглашается вернуться, но тут начинается торг, очень интересный. Ему послали грамоту на ханское достоинство. В тексте грамоте формулируется требование «Мы тебе титул хана, а ты нам давай 20 тысяч войск. Вот тебе знатная персона Федор Саймонов вручит грамоту и знаки ханства сабля, знамя, шубу, шапку и так далее. И по указу нашему будет себе объявлять Саймонов и говорить о походе в Крым. То есть мы тебе все это даем, но ты в Крым должен идти. Ну, Донду Камбо соглашается. То есть это идет самый настоящий торг. Итак, прибывает Саймонов знатная персона, принимает он грамоту и выступает в поход против своих бывших сотрудников. То есть вчера он был султаном Сираскера, а сегодня он уже поддан ее величество императрице. И, собственно, в турецкой кампании 1935-1939 года, все 4 года он успешно очень участвует. И Нанштейн, опять же, немецкий офицер, участвовал в этой кампании, он пишет, подробно описывает экспедиции знаменитого Донду Камбо. Привод следующие цифры. Добычу, которую он получает Донду Камбо в ходе успешной кооперации в Крыму. 20 тысяч лошадей, 10 тысяч пленных. Благодаря калмыкам во многом и была эта победа одежда. Не случайно же они все бились 4 года, чтобы вернуть его и побудить его вступить в эту крымскую кампанию на стороне России. Но Донду Камбо свой эстраптивый нрав проявлял еще на этапе прощения, до того, как и муханский ярлык. Тоже очень интересный момент. Это символическая борьба за сохранение достоинства. императрица говорит, ну я тебе, Анна Иоанна, прощаю измену и ты давай возвращайся. Но причем обязательное требование было, чтобы он принял эту грамоту стоя и шапку снял. А у кочевников, как вы знаете, шапку снимать ни в коем случае нельзя. Мужчина не может позволить, чтобы шапка там где-то валялась и так далее. А он говорит, нет, шапки снимать не буду. Потому что Аюка никогда ни разу не снимал. Тем более с места своего не вставал. Ему говорят, ну раз шапку не снимешь, значит мы тебе грамоту не дадим обращения. Это все длилось, шапку так отказывалось. Это Бакунин себя описывает. Но в конечном итоге уже ладно, махнули рукой. Надо, чтобы все-таки он вернулся. Данила Ефремов, предводитель донских казаков, он был в дружеских отношениях дондук-амбо, он просто привез, дал ему эту грамоту, и Бакунин пишет, что он принял ее сидя и в шапке. То есть символически это означает, да, вы меня прощаете, но я свое достоинство сохраняю, поскольку политическим традициям моей культуры. Поэтому я так полагаю, что Волынский нашел очень удобный способ, каким образом унизить дондук-амбо, поскольку Буженинова женщина калмыцкого происхождения, опять же, ханка, и этот хан, поэтому вот посадим мы вас в клетку, за вами там будут ехать на козлах и сиденьях. То есть политика и стратегии, которые использовали правящая элита Российской империи, она не была топорной, она была очень тонкой, очень, так сказать, искусной, и это был такой очень изысканный ход, каким образом можно поставить тех самых строптивого дондук-амбо и его не менее своевольных комоков на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин